В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Ушел, но обещал вернуться. Что изменится после отмены безлимитного интернета в России? Казанский университет в рейтинге РАЭКС. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Элина Шепелева. Заведующий кафедрой педагогики, профессору Института психологии образования Казанского федерального университета Розе Валеевой вручен орден Святой Великомученице Анастасии. Им награждают за выдающиеся заслуги перед Отечеством и Российским императорским домом. Также профессору Казанского университета была вручена высочайшая благодарность главы Российского императорского дома. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности далее. Заседание ученого совета традиционно открыл гимн Казанского федерального университета и вручение исполняющим обязанности ректора Казанского университета Дмитрием Таюрским ведомственных наград России и Татарстана, отличившимся сотрудникам. Медали за вклад в реализацию государственной политики в области образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вручается проректору по вопросам экономического и стратегического развития Марату Рашитовичу Софиулину. Далее программа не отклонялась от привычного сценария. Представив повестку дня, на которой были рассмотрены вопросы присуждения, должностей и научных званий, приступили к обсуждению. Также, что является немаловажным для обучающихся Казанского федерального университета, комиссия ученого совета единогласно проголосовала за повышенную стипендию для студентов за особые заслуги. Кто за то, чтобы утвердить данные поправки в регламент, и чтобы наши студенты могли получать повышенные стипендии за особые достижения. Кто за против, поддержались единогласно. Кроме того, стоит отметить, что на заседании был представлен университетский рейтинг за период с 1 октября по 15 декабря 2021 года. И было озвучено, что 1 апреля 2022 года рейтинг будет обновлен. Далее поднимались вопросы о выдаче дипломов докторов и кандидатов наук. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захит Углы, Универньюз. Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Российской Федерации рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов. Что изменится после его отмены, и как это решение скажется на пользователях интернет-сети, расскажем в нашем сюжете. Минцифра направила мобильным операторам рекомендацию об отмене тарифов с безлимитным интернетом. Это связано с попытками сбалансировать объемы потребляемого трафика и равномерно распределить нагрузки на сеть. Минцифра данным письмом пыталась скорее даже инициировать работу внутри мобильных операторов, потому что они рационально использовали свои ресурсы, и это в первую очередь для них информация, чтобы они могли внутри своих компаний как-то трафик управлять. Многие операторы посчитали данное решение рациональным из-за санкций Запада, которые поспособствуют дефициту оборудования, необходимого для исправной работы сети. Однако пользователи социальных сетей не готовы отказываться от привычных тарифов и считают, что не стоит принимать поспешных решений. «Ой, пожалуйста! Ну и не нужно! Ну и очень-то мне нужно! Подумаешь! И вот вам!» В дальнейшем пользоваться неинтернетом, это, конечно же, не отразится. Повторюсь, потому что не предполагается, что, в принципе, будут сильные ограничения для пользователей. И, возможно, их даже удастся избежать до момента, когда мы решим вопрос с телекоммуникационным оборудованием. Операторы «Большой тройки» уже отключили опцию безлимитного интернета осенью 2021 года для новых абонентов. Сохраняя ее на ранее подключенных тарифах. В результате это привело к улучшению качества сети и больше выгоде для операторов. Камила Исакова, Универ Ньюс. 30 марта прошло заседание студенческих комиссий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов этого года. Подробнее в следующем сюжете. Коллеги проводятся, по сути, второе заседание такое. Антикоррупционное движение в КФУ имеет большие масштабы и популярно как среди преподавателей, так и студентов. 30 марта стартовало очередное заседание комиссии по борьбе с коррупцией, где председатели студенческих комиссий Института физики и Института математики и механики имени Лобачевского выступили и рассказали о своих планах и уже проделанной работе. Мы регулярно проводим нашу, так называемую, взрослую антикоррупционную комиссию, где рассматриваем различные вопросы связи с профилактикой антикоррупционных проявлений, различные факты и так далее. То, что именно мы называем взрослую работу. Но нам также интересно то, что проводится, какая работа проводится именно студенческими организациями всякими. Поэтому мы их приглашаем к себе на большую, на взрослую комиссию и, по сути, слушаем, чем они занимаются. В ходе заседания, как отметил сам Решат Гузейров, задача антикоррупционной комиссии – не ловить злостных взяточников, а посредством обучения основ законодательства антикоррупционной политики – знать самим и обучать своих студентов в институтах. Ринат Ахмедзянов, Фарид Захет, Углы, Универньюз. Агентство РАЭКС впервые составило предметные рейтинги лучших российских вузов, входящих в экосистему тримиссии университета. В каких списках представлен Казанский федеральный университет – узнаете далее. Агентство РАЭКС впервые составило предметные рейтинги лучших российских вузов, входящих в экосистему тримиссии университета. Всего было представлено 29 направлений подготовки. Казанский федеральный университет представлен в 20 списках. Лучшие показатели вуз продемонстрировал в трех предметных областях. В первую тройку в стране мы входим в последующем направлении. Педагогическое образование, биология. Но это тоже нам понятно, потому что все, что связано с биомед, это как раз и публикации, и надо сказать, что институт фундаментальной медицины, наш университет, он как раз формировался на базе биофактов. География. Вот эти три направления. Университет также вошел в предметные рейтинги «Право», «Психология», «История», «Археология», расположившись на 10-м месте. В общем зачете Казанский федеральный университет занимает 9-е и 10-е место. Надо сказать, что предметные рейтинги, они тоже появились недавно, только 6 лет назад. Это первая практика. ИКУЭС и ИКУАКВАРЭЛИ, значит, и Таймс Харь Эдикейшн, два ведущих рейтинговых агентства, и классический, то есть шанхайский рейтинг, они начали формировать, поскольку важно не только показать общий, скажем, рейтинг вуза, но также показать, где он силен и по каким направлениям, как позиционируется. Предметные рейтинги составлены на основе анализа статистических данных, использовались данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, провайдеров библиометрических данных «Скопус», организаторов студенческих состязаний «Я профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «Скан Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, а также социальных сетей. Гал-концерт второго регионального этнокультурного студенческого конкурса фестиваля «Творчество мира и согласия» прошел на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. В Поволжском университете спорта и туризма завершился фестиваль «Ижата-шата» на чеках Эмберда Млике «Творчество мира и согласия». В рамках фестиваля участники конкурса, студенты вузов, выступили с творческими номерами, отражающими традиции и культуру народов Татарстана. В прошлом году впервые по инициативе Рафис Тимархановича мы первый пробный шар запустили по данному фестивалю. И этого года фестиваль, судя заявкам, которые поступили на этот фестиваль, на этот конкурс, почти 100 таких обращений было, выступлений. Видимо, востребовано. Сам конкурс проходил в три этапа. Первый – прием электронных заявок. На втором этапе состоялись сами конкурсы не среди участников. В этом году на участие было подано около 100 заявок от образовательных учреждений. Почти 100 номеров, точнее 97 были представлены на предварительный просмотр. И сегодня мы видим лучшие из лучших номеров, которые делают то, ради чего был задуман конкурс. Это сплочение наших народов. Ну а завершением стал красочный галоконцерт победителей и призеров. Победители были отмечены денежными призами и дипломами. Тимур Симонов, Никита Киншин, Универньюс. Два студента Казанского федерального университета стали стипендиантами Академии наук Республики Татарстан во втором семестре 2021-2022 учебного года. Магистрант второго года обучения Института геологии и нефтегазовых технологий, направление подготовки «Нефтегазовое дело» Алфаят Асим Гани Хашим и студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии Антони Элли Свердруб. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok